Работники УФСИН отметили свой профессиональный праздник. В этом году исполняется 133 года со дня образования службы исполнения наказания в России. В прошлом она входила в состав различных министерств. Сегодня ведомство претерпевает серьезные изменения. Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. Об итогах и планах на будущее говорили на торжественном собрании в честь праздника. Профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы – официально отмечается в марте 2010 года. Ранее праздник, в честь создания УИЗ, относился к ведомственным датам. Главные гости на празднике – те, кто десятилетиями создавал систему, совершенствовал ее, кто стоял на страже закона. Особую признательность ветеранам, продолжающим вести активную работу в качестве наставников молодых специалистов, в своем поздравительном письме выразил директор ФСИН России Геннадий Корниенко. Благодаря вашему профессионализму, неравнодушию и добросовестному исполнению служебных обязанностей сегодня удается успешно решать задачи, поставленные перед нами руководством страны. Уверен, что только совместными усилиями мы добьемся положительных результатов в работе по дальнейшему совершенствованию и укреплению уголовно-исполнительной системы. С уважением, директор ФСИН России, генерал-полковник Корниенко. Без сомнения, труд работников СИЗО и исправительных учреждений является непростым, особенно в психологическом плане. Профессия эта связана с постоянным риском для здоровья и жизни. Наша служба тоже очень опасная, трудная, сложная и многогранная. Потому что каждый наш сотрудник, особенно тот, который работает в исправительных колониях и следственных изоляторах, они ходят каждый день по стрию ножа. Но в то же время она отличается от всех других служб. Мы работаем с человеком, мы работаем с душой человека. Это далеко не каждому дано. Для такой работы необходимы такие личностные качества, как хладнокровие, психологическая устойчивость, смелость и терпение. Поэтому труд работников уголовно-исполнительной системы ежегодно отмечается ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами главы республики, госсовета Чуваши. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин